Сегодня у меня очень много дел, много съемок, много пламя. Вот эта грудь, она у меня как бы такая подтянутая, красивая, зажившая. Я нашла все анализы, и вы бы знали, как я заколебалась их оставать, дорогие мои. Все штаны в деревне. Это очень вкусно, правда, это дохера. Я буду делать и ноги, и жопу, и пресс. Карина лучшая, спасибо большое. Дисциплина, медитация и спорт — это самое лучшее, что могло придумать человечество, я вам честно скажу. На данном этапе опустил в себя правый имплант, и беспокоит, что он тянет вниз. Пока засыпать не хочу, хочу, как быть в тресности. Вот после операции на руке, кататься, что еще ты хочешь к себе изменить. И это что так радуется? Мапа тебя на речи в доме, ребята, и все, запрашивайся, вернилась, не спрашивайся. Ну что, ребята, всем привет. Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя в моем канале. Это мой первый влог на телефон. Именно на телефон, потому что сегодня у меня очень много дел, много съемок, много планов, и очень много сумок около меня. И я поняла, что я просто-напросто охренею таскать с собой камеру. Вот, поэтому сегодня будет такой как бы просто влоговый формат, потому что я знаю, что вы ждете, вы любите, и вы очень хотели влоги от меня, чтобы написали мне об этом в моем инстаграме. Пользуясь случаем, обязательно подписывайтесь. И, собственно, сегодня расскажу о своих планах. Я решила, как обычно, за день до важного одного такого события начать влог. И как раз-таки это событие, это будет повторная операция на грудь, и она меня ждет уже завтра. И повторная операция будет связана с тем, что у меня опустился правый имплант. С левой стороны у меня все прекрасно, у меня все прекрасно зажило, я чувствую себя чудесно. Мой хирург, который мне делал грудь первый раз, он ушел из клиники, и, собственно, возможно, он в чем-то и не доделал работу свою до конца, потому что, в принципе, могло быть и так, что у меня бы все прекрасно зажило, но, видите, получилось, как получилось. Возможно, я в чем-то не соблюдала его рекомендации, хотя я все полностью слушала и делала так, как надо. Рассказываю по планам, мне две недели придется отдыхать от зала, от съемок, и я готовлю контент и вообще все, что только можно заранее, поэтому сейчас у меня несколько съемок. После этого я приеду сразу же на консультацию с анестезиологом, потому что, ну, человек будет вводить меня в анестезию, нужно немножечко проконсультироваться, поэтому не забывайте ставить лайки, естественно, подписываться на мой канал, и я желаю вам приятного просмотра, потому что этот ролик будет 100% незабываемым. Сегодня вечером я уже надеваю компрессионные чулки и завтра рано утром на голодный желудок еду в клинику снова для того, чтобы мне уже начали делать операцию. Мы можем начинать, ребята, поехали. Это удобно, кстати, ребята, смотрите, что я укоротила свои ногти. Помните, что я вам показывала в своем прошлом влоге, что у меня длинные ногти. В итоге я психанула, мне было неудобно как бы взяли с анимацией, а сейчас я надеваю перчатки и понимаю, что какие эти у меня руки помещаются. Надо достигнуть, пожалуйста. В общем, первый образ обычный, полушкольный, полуспортивный. Полуспортивный, полуспортивный, немножечко бьюти. Три в одном. Ребятки, это мой, получается, последний третий образ на сегодняшнюю съемку. Может быть, мы что-то добавим на глаза. И, в принципе, мне нравится, мы хотим сделать фотографию в неоне. И, да, пользуясь случаем, я могу вот таким образом показать вам свою ситуацию с грудью. Видите, вот эта грудь, она у меня как бы такая подтянутая, красивая, зажившая и выглядит натурально. А вот эта, она у меня как бы висит. Видите, прям имплант опущен, и у меня вот здесь появляются растяжки. Поэтому в срочном порядке, подходящий самый день для операции, это завтра, 1 августа. Я жду не дождусь, когда мы уже сделаем вот так вот. То есть подошьем, исправим ситуацию, которую мне сделал мой прошлый хирург. А я вообще с каждым днем сейчас все сильнее и сильнее привожу себя в форму, худею. Меняется все в моей жизни. Я благодарна вам за то, что вы меня мотивируете. Благодарна себе за то, что я стала еще более продуктивнее. Ну что, первая съемка закончилась. Мне сделали под конец такой пучок на вторую съемку. Посмотрите, сколько у меня вещей. Я вот так вот буду таскаться, еще поеду на консультацию к анестезиологу. С таким количеством монаток. Ну что, дорогие, я сижу прямо сейчас в нижнем белье. Мы добрались до следующей студии. В принципе, локация неплохая. Ну вот, я кушаю бринчик с мясом. Заказала еще энергетик себе быстренько. Сейчас быстренько еще пофоткаемся. Кадры у нас красивые, на телефон получаются. Вот, и я поеду дальше уже на консультацию. Это финальный образ. У меня уже очень давно висело это платье в гардеробе. Такое неоново-розово-синее. И оно мне очень подошло. На мне были еще каблучки. И вчера мне прислали такие красивые украшения. Сваровские камушки. Розовые сердечки. И серебристые тоже такие сердечки. Крестик. И вот такой вот гвоздик. Очень похож на мой золотой картье. Но это не картье. Но очень-очень красиво выглядит. В общем, сейчас у меня по плану на улице дождь вызвать такси. Полчаса мне ехать до консультации с анестезиологом. Собственно, мы насчет моей завтрашней анестезии пообщаемся. И я поеду потом уже с этой огромной кучей монаток, которые я вам показываю, уже к себе домой. Все вещи разберу. И потихонечку будем с вами собираться, наверное, в зал. А перед этим я планировала сделать расклады и разборы таронумерологические своим клиентам. То есть вам. Все ссылочки, если что, на мои социальные сети в описании. И я радуюсь каждым днем все сильнее и сильнее, когда вы берете у меня разборы и пишите такие приятные отзывы. Потому что я же занимаюсь не только таронумерологическими разборами по вашей дате рождения. Поэтому, если вы хотите записаться, чтобы я вам лично записала ваши личные сообщения в Телеграме. Разбор касаемо вашей жизни, миссии, предназначения, ресурсов, социальных задач, через что вам зарабатывать деньги. Тоже пишите мне в Директ в социальных сетях. Все ссылки в описании. Так, в общем, ребят, я еду до дома. Мне только что позвонила девушка, помощница главного хирурга, Блохина, который будет мне делать операцию завтра. Напомнила про то, чтобы я взяла все свои анализы. А я забыла их взять, естественно. Ну, в этом же вся я. Поэтому я сейчас еду до дома, поставлю вещи, слава богу, да, все свои. И возьму анализы, и уже поеду на дочку, чтобы, собственно, уже передать все оригиналы анализов. И чтобы все было окей, короче. Меня ждут. Хотя я и так опаздываю везде. Какое-то тоже у меня бывает. Не часто, но бывает. Но я еду, уже еду. Сегодня день такой прям. Какая-то подготовка к трансформации моей будущей. Ну что, я дома. У меня расправлена до сих пор кровать. Я разгребаю вещи просто все вокруг, потому что я решила, что все-таки я соберу манатки. И поеду потренируюсь в зал в последний раз. И мне нужно собрать мою сумку спортивную. А для этого нужно вытащить просто огромное количество украшений, которые у меня здесь лежат. Вот, поэтому я все достаю. Всякие кольца, всякие сережки, которые я взяла, и они не пригодились. Платьица. Это все я разберу вечером, когда приду домой. И хочу освободиться сегодня пораньше, дабы просто вот уже оттренироваться, позаниматься. И все. И дома уже сегодня отдыхать. И потихонечку морально готовиться к операции. Я нашла все анализы. Вы бы знали, как я заколебалась их сдавать, дорогие мои. Я просто объездила в несколько клиник инвитра. Все сдала. Все у нас и все у меня отлично. Все шикарно. Вот, поэтому сейчас я с этими анализами поеду в клинику. А вот такие вот делишки. А у вас какие делишки? Пишем в комментариях. В общем, мой лук называется «Я себе слепила» из того, что было. Мои штаны, которые уже мне немножечко великие, собственно, блестящая сумочка, в которую не помещались кроссовки. Поэтому я их надела на себя, хоть они не очень подходят под этот лук. На фоне у меня валяются тапки. Все как есть. Показываю свою жизнь, показываю свою суматоху. И чтобы вы понимали, у меня так каждый день. Просто дело за делом, дело за делом. Я ничего не успеваю последние две недели точно. Но мне это нравится, потому что это называется продуктивность, потрясающий ритм жизни. И у меня уже просто, ну, невероятнейшая энергия. Я меняюсь, я это чувствую. Я иногда даже, когда вот так вот снимаю себя в зеркало или еще какие-нибудь истории разговорные, смотрю на себя и думаю, нифига я меняюсь, нифига я уже по-взрослому выгляжу. Да и вы мне давали комментарии под интервью «Да-да, нет-нет», что у меня пипец как круто поставлена речь. Прекрасная погода, мы собираемся компаниями, там, не знаю, можем покурить, можем попить, там, не знаю, можем просто в кальян сходить, в клуб сходить, на мероприятия сходить, там, не знаю, покататься на самокатах, все что угодно. Такая тусовка вообще. И все это на такой ноте, как будто бы у нас недодружба, и мы уже передрузья какие-то. Недодружба, нет, недоотношения. Передружба? Да-да-да, передружба, недоотношения. Ну, давай прямой тебе вопрос, а там ты девочка взрослая. Секс был с Володей? Спасибо вам большое, говорите, что меня приятно слушать, значит, скоро бывает страшным историям или просто историям из жизни. Благодарю вас, а я выезжаю в клинику. Оцениваем лук в комментариях по 10-бальной шкале. В общем, ребята, Сергей Николаевич, завтра будем делать операцию. Всем привет. Настроение прекрасное, как и в прошлый раз. В прошлый раз у меня прекрасное настроение, ее подвело. Есть такое. Мне приходится опять все переделывать. Вот. Ну, не все, но есть. Ситуация не серьезная, не слишком страшная? Нет, не слишком страшная. Ну, есть ошибки, есть ошибка. Молодые хирурги, они, так сказать, могут танцевать в Инстаграме, плясать, там все такое. А оперировать они еще не совсем могут хорошо. Поэтому доведем до идеалов. К сожалению. За все отвечаю я. Поэтому мне приходится переделывать. На самом-то деле очень удобно и мне круче снимать на телефон. Я вот это подметила. Но в 15-м айфоне, как-никак, камера тоже нихреновая, потому что он стоит даже дороже, чем сама камера. Если вам зайдет этот влог и по качеству, и по всему остальному, то я буду продолжать снимать так. Так, давайте я вам дам просто обратную связь. Как прошла консультация с анестезиологом. Посмотрел все мои анализы, сказал, все отлично. Спросил, не будет ли у меня там месячных, да, как бы в этот день. Мне сказали завтра с утра, не вставая с кровати, надеть компрессионные чулки. Не пить, не есть, но покурить можно. Я думаю, вы знаете, что я этим иногда грешу. Вот, поэтому, чтобы стресс подснять, мне это сделать разрешили. Вот, но нужно пойти на голодный желудок туда. Сергей Николаевич Блохин, естественно, посмотрел мою грудь еще раз. Я до этого была у него на консультации. Как бы там, да, не навредили мне хирурги в свое время, там, возможно, да, были какие-то ошибки и так далее. Возможно, я там в чем-то корсет как-то не доносила или сделала что-то не так. Но ситуация неприятная получилась, такая, какая она и получилась, да. То есть мне приходится немножечко и переживать на данном этапе. Когда я поговорила с хирургом, я поняла, что переживать даже не стоит, потому что все пройдет. Чудесно! Сейчас еду на тренировочку, пойду по торговому центру погуляю, что-нибудь себе прикуплю, возможно, для настроения. Вот, фрау клиник, я буду там делать завтра операцию. Ну и, естественно, наконец-то потом я буду ходить без бюстгальтера, вот. Потому что мне так комфортнее, я к лифчикам хоть и привыкла, но мне нравится вот эта эстетика красивой сексуальной груди. Кому-то нравится ходить без лифчика, кому-то нравится ходить с лифчиком. Все мы люди, у всех у нас свои вкусы, поэтому я жду этот момент, когда, наконец-то, я не буду целыми днями думать о том, что у меня одна тихика ниже другой. Мне нужно, чтобы бюстгальтер и косточка поддерживала ее. Ладно, посмотрим еще раз. Пиздец. Ой, сука. Будет просто весь интернет сейчас вот в таких вот нарезочках, как я наебнулась. Просто сейчас охуеть. Все штаны в дерьме, блин. Внимание на мои штаны теперь. Коленки у меня вроде живые, но все равно, видите, нормально я так ударилась. Прикиньте, ребята, пока ехала до торгового центра, вообще забыла, что я снимаю влог. Кое может быть только со мной и только после этого падения. Пью за вас чай с засмином. Пошла в магазин, тоже не подсняла, но покажу, что купила. Я взяла себе огромную просто большущую банку. Это у нас маска для волос. Просто огромнейшая. Знаете, у меня до этого была такая маска. И знаете, что мне сказали сейчас? Что нужно, оказывается, ее не после шампуня наносить на время, а до мытья головы. До того, как вы помоете голову, вы наносите маску, ждете 20-30 минут. И потом просто с шампунем смываете. Короче, я купила ведро. Скушаю, наверное, чуть-чуть мороженого. И пойду на велосипед. Я хочу час прям сделать велосипеда, проработать напоследок вверх, прокачать спину, плечи и попрощаться с залом. Потом мне нельзя будет тренироваться. А ну-ка, теперь мы с вами попробуем мою вкуснятину. Перничкой с шоколадкой. Это очень вкусно. Правда, это дохера. Я столько не съем. Кто будет? Давайте вместе со мной. Ну что, дорогие, я в зале. Чувствую себя прекрасно, заряжена. Вот, сегодня я что решила сделать? Решила сделать фуллбадди. Фуллбадди у меня будет, то есть, на все тело прям. Я буду делать и ноги, и жопу, и пресс, и верх, и кардио. И, короче, я над всем поработаю. Вот, сейчас я начну просто с легкой разминочки. Пожелайте мне хорошей тренировки. А я желаю вам побольше продуктивности. Ну что, дорогие, на этом моя тренировка подошла к концу. Я румяненькая, потому что сходила в баню напоследок. Я проработала просто все группы мыслей. Подсняла хоть и небольшую часть тренировки, но поработала я как надо. По планам что? Я еду домой. Многие, кстати, задают вопрос, страшно ли мне. Честно отвечу, вообще нет. Я что перед первой операцией не боялась, что перед риносептопластикой мне было вообще не страшно. Вот, поэтому никаких сомнений, никаких переживаний меня аж заносит. Настроение чудесное. Вот, и, собственно, пользуясь случаем, если вы хотите больше наблюдать за моей жизнью, если вы хотите еще больше сблизиться со мной, больше видеть моей жизнью, больше чувствовать меня, я отправляю кружки, сообщения, разыгрываю расклады, все, что угодно в моем личном телеграм-канале. Поэтому обязательно подписывайтесь. Вы сейчас видите на своих экранах, как называется мой телеграм-канал. Другой с галочкой, к сожалению, меня, ну, там, взломали. Вот, я надеюсь, что совсем скоро я его восстановлю, но пока. Так что, если что, все ссылочки на мои соцсети в описании, и мне будет очень-очень приятно, если вы отправите вот этот стикер мне в чат, в комментариях. Просто все комментарии засыпьте в моем ТГ-канале, и я, собственно, всех буду лайкать. Всех, кто отправит этот стикер, который вы сейчас видите на экранах. А я пошла за чаем, вызываю такси, дышу свежим воздухом и иду домой за дышим. Дисциплина, медитация и спорт – это самое лучшее, что могло придумать человечество, я вам честно скажу. Всем можете передать привет. Карина лучшая. Спасибо большое. Как у вас на свой? Очень красивая. Как я замоталась по моей прическе, по моему состоянию и новому прыщу, я думаю, это заметно. Макияж тоже вахует. И я вахую. Вот такая вот я, умытая, с футболкой Челябинс, которую мне подарил папа. У меня тут костюм, кстати, в котором я была первый раз на операции. На удивление я захотела снова его взять. Прикиньте, как будто бы какой-то кармический урок прошла. Взяла свои таблетки для сна, также всякие свои книжечки, паспорт, маску для сна, телефон и прочее-прочее. В общем, все имеем. Я пошла. Отдыхаю, ребятки. Ну что, всем доброе утро. Я уже собираюсь выезжать в клинику. Просыпалась в 8 утра и понимала, что не терпеть без еды и воды еще достаточно долго. Спрашивала мама, сколько времени? Она говорит, 8. Я такая, нет, я еще час сплю, еще полка раз сплю. И в итоге выспалась, немножечко подотекшая. Ну что, мы все подсняли, обо всем поговорили. Я еще раз встретилась с хирургом, все окей. Я жду, пока закончится операция, пока там еще какое-то время пройдет. И, собственно, меня позовут уже в операционную. Я буду входить в наркоз. И, если честно, я в это все не верю. Сейчас будет экскурс по моей палате. Вот, получается, обычная кроватка, шкафчик, моя сумочка. Сегодня у нас работа над ошибками. Слава богу, не нашими. Видите, девочки поставили или субомарную складку имплант. Разрез был произведен вот здесь вот, субомарной складки. Ну и складка вывернулась. Поэтому я не люблю этого разреза. Я всегда делаю или через оревую, или через подмышку. Сегодня нам надо укрепить складку. Что? Мне сделали разметку. Было неприятно, потому что поднимали грудь как раз-таки в том моменте, где опустился имплант. Чтобы вы понимали, время уже 3 часа дня. И только сейчас мы начинаем операцию. Я с 10 утра, да даже, блин, со вчерашнего вечера ничего не ела. И не пила, и не пила. Делала грудь полгода назад, в начале 2024 года, у Козлова Владимира Владимировича. На данном этапе опустился правый имплант и беспокоит, что он тянет вниз, если я не ношу бюстгальтер, там, может быть, лифчики с косточками, или корсет на ночь не надеваю. Как будто бы тянет вниз, и, естественно, произошла такая как бы асимметрия, которую нужно исправлять. Визуально, да, бросается в глаза, и, в принципе, вот с левой стороны все зажило прекрасно. То есть грудь подтянутая, она смотрит как бы вверх красиво, как должно быть. А с правой стороны наоборот вниз, и даже видно вот эту вот как бы складочку. Повторную операцию мне будет выполнять Сергей Николаевич Блохин. Повторная операция вообще, не знаю, сложнее, не сложнее будет лично для меня, но у меня на данном этапе нет никаких переживаний. Я уверена, что все пройдет хорошо, потому что я в руках специалиста, самого настоящего. Конечно, не очень хорошо, что с первого раза не получилось сделать так, чтобы я больше не возвращалась повторно, не проходила наркоз, не проходила, да, какую-то вот эту вот тяжелую реабилитацию. Ограничения повторные. Я же еще занимаюсь спортом активно, и спорт, естественно, будет запрещен. Минимум на три недели, я уверена, точно. Ну как все? Вот я в тот тракт... Ой, да, правда, слушайте. Очень интересное ощущение. И даже не сравниться с двумя бокалами шампанского. Пока я застеподник хочу, хочу побыть в трезвости. В трезвости не получится выходить. Вот чуть-чуть начинаем. Это все? Нет. Вожу? Все, 40 минут. Привет. Я думаю, что да. Миллионов подарю. Я думаю, миллионов есть. Я после операции на руке катетера постоянно хочется кушать, хочется пить. Но зато я вспоминаю, как первый раз на операции я резко попросила воды. Я прям требовала воды. Мне принесли ее, я ее попила, и меня сразу обратно вывыло. Вот, поэтому я снова этого не хочу. Я лежу без корсета. Слава богу, хотя бы я с одной стороны это испытываю. Что вот такой вот обед сейчас мне принесут попить. Посмотрите, у меня тут книжечка, второй телефон. Кофе мне заказали. Тайный поклонник. Я сказала, что хочу мармеладу. Мне заказали еще мои любимые блинчики с творогом. Мне только что принесли яблочки. Ананас, клубника и черника. Кстати, корсета меня не надевали. Я чисто на одну пуговку застегнула. Могу вам вот так вот показать, что у меня здесь происходит. Вот такая вот повязочка. Ну вот, сейчас я скушу яблочко. Буду отсматривать интервью с моей мамой для того, чтобы дать вправки на монтаж. И я надеюсь, что этот видос выйдет гораздо раньше, если чем влог. Но может получиться и по-другому. Естественно, на самом лучшем моменте у меня закончилась память на первом телефоне. В этот момент я уже наклеила масочку. Мне принесли обезболивающее. Я его выпила. И вот сюда воткнули. Как бы... А нет. Все. У меня уже, короче, туда-сюда меня мотает. Почему? Потому что успокоитель. Мне еще дали, да, такое как бы легенькое. Но я уже на таком веселе, грубо говоря, сейчас буду отвечать на ваши вопросы. Так, поехали. Вопрос. Что еще ты хочешь в себе изменить? Ничего, на самом деле. Отвечу так, потому что я уже делала риносаптопластику из-за того, что у меня было нарушено дыхание. Мне чуть-чуть поменяли форму носа. У меня была выемка небольшая. Плюс ко всему у меня сейчас была всего лишь коррекция, потому что у меня был опущенный имплант, как я вам сказала. И только я это обсуждала с вами в Телеграме, показала эксклюзивную фотографию, как это все выглядело, поделилась всякими моментами из личной жизни, поделилась полностью фотографиями всей своей квартиры и еще многим-многим другим. Поэтому, пользуясь случаем, вы прямо сейчас видите QR-код на своих экранах, и вы можете подписаться на мой Телеграм. Кстати, у кого айфоны, вам лайфхак. Если вы прямо сейчас сделаете скриншот этого QR-кода и просто удержите в фотопленке на этом QR-ке, вас сразу же перекинет на мой Телеграм, если вам есть чего вот так вот перейти и подписаться. В моем Телеграме реально очень много всего, и, возможно, именно ты попадешь в мое следующее видео. Как ты решилась на такую операцию? Никак, ребят, я просто обожаю свое тело. Я знаю, что все решаются на операции, точно так же, как многие боятся родов, да, тоже идут там, возможно, и на кесаревые на какие-то такие моменты, и рожают, потому что нужно. Многие понимают, что красота требует жертв, и считают, что хирургические вмешательства, как я так думаю, да, это абсолютно нормально. Когда будет новое видео? Квартира до и после ремонта. Ну, до я ее и так подснимала, у меня есть какие-то видосы, я вам, по-моему, показывала части и в своем Инстаграме, и в Телеграме. А готовую квартиру, я вам свою, то есть хата-тур, покажу тогда, когда докуплю сейчас обязательно жалюзи в свою гардеробную, мне нужно докупить освещение, то есть люстры, это самая главная составляющая, и думаю, что в ближайшие дни, пока я на восстановление из семьи, я обязательно это сделаю. Следующий вопрос, где делают разрез, чтобы вставить имплант? Вообще, ну, делают либо сбоку, либо внизу, как у меня, да, то есть вот прямо внизу под грудью, либо через ореолу, вот такой вот разрез. И, в принципе, по ценам, кто интересовался. Вообще, начиная от не сильно опытных хирургов, это от 200 тысяч, я так считаю, заканчивая опытными, там вплоть до 800 тысяч, смотря на кого вы наткнетесь и кому будет отклик. Не винишь ли ты или не потеряла ли ты доверие к хирургу после инсцендента ошибки, из-за которой тебе пришлось делать вторую операцию? Знаете, я вообще сторонник от всяких скандалов, обвинений, но да, действительно, я считаю, что мой хирург совершил своего рода ошибку, что-то мне не договорил до конца, в чем-то не донес мне важность, и произошло так, что я сейчас переделаю грудь у другого хирурга, потому что доктор Козлов, он вообще сейчас не работает в этой клинике. И не буду вдаваться в подробности, но я решила, что я поступлю вот так, и у всех своя работа, у всех свой подход, так что есть и моя вина в том, что я, возможно, сняла корсет и не проносила его дольше, или, возможно, в зале что-то пошло не так. Короче, давайте не будем это обсуждать, есть и моя вина, и вина хирурга, я так считаю, но больше, естественно, хирурга, потому что, ну, как-никак, если бы все прошло идеально, имплант бы у меня не опустился, потому что я все соблюдала супер правильно. Как у тебя на личном фронте? Ой, ребята, лучше не спрашивайте, влюбилась, естественно, да, но, знаете, сейчас не готова к отношениям, да и не те поступки, которые я жду, да, от людей. Пока я общаюсь, пока я в таком неактивном поиске, в свободном поиске, наслаждаюсь вообще всем тем, что у меня в жизни происходит, и все. Итак, предпоследний вопрос, как твои родители и сестра отреагировали на твои желания изменить в себе грудь? Прекрасно, ну, то есть мама, она и так видела, что у меня маленькая грудь, она меня в этом поддержала, ну, сестра как-то киптически, обычно, ну, типа, окей, хорошо, хочешь, не хочешь, мне без разницы, вот в таком стиле. Если тебе это понравится, если ты действительно этим говоришь, пожалуйста, делай. Папа сторонник, он такой, ну, если нужно, разговаривай с мамой в таком стиле. Ну, и, естественно, раз мы говорим с вами о теле, об операции, то один из самых часто задаваемых вопросов, это какой у тебя косметолог, какие процедуры ты делаешь у косметолога, и сколько у тебя миллилитров в губах. Вообще, я думаю, у меня где-то полтора-один и семь миллилитров в губах, и я всегда советую со своим косметологом. У меня единственный косметолог, одна из самых любимых косметологов, это Алия, я ее просто обожаю, девочки, вот сейчас честно вам скажу, я хочу оставить на нее ссылочку в описании. Вот все у меня спрашивают, какой у меня косметолог, и я очень хочу, чтобы, если вы захотели сделать себе что-то крутое, то вы сделали точно так же себе круто губы, точно так же себе круто лицо, видите, у меня ни единого прыщика, у меня все гладенькое, я ухаживаю за собой только масками для лица, а через косметолога мы подкалываем там, да, какие-нибудь витаминчики, мы просто делаем какое-нибудь увлажнение, и она всегда видит, потому что знает мою кожу, и полностью вот все, как реагирует моя кожа даже на что-то, ну, какие-то компоненты, да, препараты, она все мне советует и предлагает, я всем советую найти такого косметолога, девочки, поэтому ссылочка на нее в описании, и все, я заканчиваю свой вопрос-ответ. Ну что, ребят, перевязку сделали, у меня надели вот такой вот валик, чтобы все поддерживал, но если что, я могу еще носить свой корсет, мне сказали, вот, поэтому тут у меня все держится, все обработали, мне все нравится, пишут сейчас выписку, антибиотики, которые я должна пить, все подробности, и мама за мной уже едет. Короче, ребят, зашли с мамой в магазин, я тут взяла себе чай, все таблетки, все, что мне прописали, все лежит в этом пакете, и решили еще, наверное, взять арбузик, что-нибудь вкусненькое. Я уже хочу кушать, поэтому мы сейчас выберем всяких продуктов и уже пойдем домой. Это кто так радуется? Это кто так радуется? Это что, у меня есть собака? Это Моники-косточка? Полька, косточки. Очень дорогие, такая я, свеженькая уже, немножечко пришла в себя, решила дойти до дома, прогуляться, подышать свежим воздухом, но я отчасти немного нервная, потому что тяжело без спорта, шел первый день, и я клянусь, мне уже реально хочется бегать, потому что мне некуда выплескивать свой вот этот вот гиперактив, так скажем. В общем-то, я хотела загрузить файлы со своего айфона-монтажеру, но они загружаются в разброс, и у меня такой беспорядок из этого, потому что я не знаю, как мне правильно их переименовать, как мне правильно это все загрузить, чтобы все получилось идеально, поэтому мне пришлось сейчас идти домой, я попробую загрузить с телефона на макбук это все. Спасибо большое за то, что вы досмотрели этот влог до самого конца, я старалась сделать его максимально атмосферным, я снова, как вы видите, в корсете, я надела его, потому что мне так комфортнее, грудь удобно прилагается друг к другу, и правильно формируется форма. И если же вам все-таки понравился этот влог, обязательно напишите мне об этом ниже в комментариях, потому что мне будет очень приятно, так как я старалась, и я буду теперь стараться снимать их все больше и больше. Ну, а с вами была Карина Аракелян, и спасибо вам большое за просмотр еще раз, это был влог с моей жизни, с моей операции, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok